В этом отделении находятся самые маленькие пациенты, в том числе с экстремально низкой массой тела. Сейчас врачи выхаживают малыша весом всего 650 грамм. Кроху подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких экспертного класса. Одна из основных трудностей у таких пациентов – это регистрация у них попытки дыхания. То есть нам нужно, чтобы аппарат не просто дышал, а чтобы он поддерживал попытку вдоха пациента. И вот технически зарегистрировать эту попытку оказывается очень трудно. Это могут делать далеко не все респираторы, но вот этот аппарат это делать умеет. Ежегодно через реанимационное отделение областной детской клинической больницы проходит около полутора тысяч детей. Вентиляция лёгких у таких пациентов – особое искусство. Сейчас возможности оказывать помощь малышам стало больше. В отделении реанимации и интенсивной терапии установили 14 новых аппаратов ИВЛ – стандартного, высокого и экспертного класса. Для нас это очень важно, для наших пациентов, так как к нам в областную детскую клиническую больницу поступают самые тяжёлые пациенты со всей Свердловской области. Выхаживаем пациентов и новорождённых, и детей старшего возраста, в том числе после хирургических операций, после кардиохирургических операций. Общая стоимость нового оборудования – 30 миллионов рублей. Закупку профинансировал фонд Святой Екатерины. В рамках стратегического соглашения о сотрудничестве фонд продолжает оказывать поддержку медучреждению. Покупка 14 ИВЛ экспертного уровня стала, безусловно, логичным продолжением этой работы. И сегодня мы посетили реанимационное отделение областной детской клинической больницы и увидели, что все аппараты находятся в работе и помогают маленьким жителям Свердловской области. Закупку и передачу кислородного оборудования в фонде называют одним из приоритетных направлений. В прошлом году благотворители передали в различные медучреждения Екатеринбурга 26 аппаратов ИВЛ. Юлия Першина, новости 4 канала.